Команда и приложение для клиентов Мы учимся на первом курсе кафедры ИУ. Наш ментор — один из преподавателей Алексей Пиалко. Мы хотим сказать ему спасибо за то, что указывал на наши критические недочеты, которые мы впоследствии оперативно исправляли. Как обычно, идея приложения родилась из проблемы. Она состоит в том, что у абитуалетов МГТУ нет удобного сервиса для поступления, в котором они могли бы узнать всю необходимую информацию. Мы постарались сделать приложение, которое, собственно, решает эту проблему, и так появилось приложение абитуалет МГТУ. Целевая аудитория напрямую следует из цели — это выпускники, которые планируют поступать в МГТУ. По данным на 2019 год с сайта МГТУ подавали документы 13 тысяч человек. И всем им нужно было узнавать какую-то информацию, мониторить баллы и так далее. Ну и перед тем, как начать разработку, мы очень долго спорили об актуальности этого приложения, нужно оно или нет, и в итоге сравнили. Итак, до приложения абитуриенту нужно было каждый раз обновлять сайты с проходными баллами и искать свое направление. Мы считаем, что это очень неудобный подход, и считаем, что абитуриент должен иметь текущий проходной балл всегда под рукой, чтобы, если что, оперативно изменить направление или даже изменить вуз, который он впоследствии поступает. Далее, на официальном сайте BAUMING очень сложно найти необходимую информацию и вообще на других сервисах, которые понадобятся абитуриенту для того, чтобы выбрать направление. Например, учебный план, информацию о качестве. Мы решили собрать всю эту информацию воедино, структурировать в приложении, и вся эта информация собрана в одном из разделов каталога. Ну и, конечно, самое сложное — то, что нет четкой инструкции для поступающего. Мы решили эту проблему просто, разработали свою инструкцию. С пошаговой навигацией в приложении удобно отображается прогресс, на котором находится абитуриент. В главных особенностях мы пытались собрать то, что будет максимально важно и удобно для абитуриента. То есть это текущие проходные баллы, прогресс поступления, информация и, собственно, статистика проходных баллов в прошлых лет. Наше приложение состоит из трех основных экранов, между которыми осуществляется удобная навигация. Собственно, экран «Главная» содержит главную информацию, позже будет демонстрация. Экран «Каталог» представляет из себя, собственно, справочник. Он состоит из семи экранов, на каждом из которых представлен какой-то раздел, который в какой-то момент поступления может быть интересен абитуриенту. И, наконец, на экране статистика показан график, на котором можно увидеть проходные баллы за последние семь лет 2012 года. Как по целевому приему, так и по общему конкурсу. Типический сценарий работы будет состоять из трех шагов. То есть абитуриент сначала указывает баллы, потом анализирует информацию и в конце решает вопрос о поступлении. То есть либо выбирает направление и решает, подавать ему оригинал или нет. Ну, при разработке приложения мы используем множество технологий библиотек. Базовая из них — это официальная библиотека Android Architecture Components для реализации архитектуры NVM. Это позволило нам ввести эффективную совместную разработку. Одновременно работать над одной и той же проблемой на разных уровнях. Вот, наше приложение работает так и с локальными данными, так и с сетью. Для работы с базы данных использовали Room для того, чтобы спарсить данные с сайта часов. Вот, с помощью приказа загружали изображение из сети. Вот, для того, чтобы построить красивый график и счеткой анимации, использовали авторскую библиотеку MP Android Chart. Вот, отправляем кувши с помощью Firebase. Еще использовали очень классную библиотеку Android Navigation Components. С помощью нее мы решили очень такую важную проблему. У нас очень много фрагментов. Вот, с помощью этой библиотеки можно достаточно удобно и просто реализовать навигацию между большим количеством фрагментов. Естественно, наше приложение не идеально, поэтому мы наметили самые важные пункты, которые мы хотели бы реализовать позже. Для начала мы хотели бы отображать проходной балл для каждой кафедры отдельно. То есть, если абитуриент подает документы на направление, которые реализуют несколько кафедр, ему может быть интересно смотреть проходные баллы только по одному из направлений, по одной из кафедр. Потом мы хотели бы завершить раздел факультета и кафедры, а именно заполнить контентом остальные описания, учебные планы и так далее для оставшихся факультетов. В-третьих, мы хотели бы доработать просмотр PDF файлов приложений, так как библиотека, которая используется для просмотра, нерационально большого объема. И это негативно влияет на размер приложения. Мы хотели бы также отслеживать вместо абитуриентов списки поступающих, то есть, чтобы он мог быстро посмотреть свою позицию, на каком он месте среди всех поступающих. И, наконец, доработать шаги поступления с учетом дистанционной подачи документов в этом году, так как подача документов в этом году будет отличаться от предыдущих, и наши шаги, возможно, будут неактуальны. Мы должны будем это обновить. И сейчас мы хотели бы быстренько продемонстрировать основную модель поведения пользователя в приложении. Для этого мы используем эмулятор. Сейчас видно эмулятор? Да, видно. Хорошо. Пользователь вводит свои данные. Это включает в себя основные данные, баллы. Пускай пользователь сдает типичный набор предметов. Это информатика, математика, русский. По набору предметов выдается список направлений, куда он может подать. Мы выбираем не более трех и видим главную страницу. На главной странице проходные баллы, которые можно потом будет, ну, допустим, направление можно будет поменять. Можно посмотреть, чеки поступления, отметить их как выполненные, и поменять баллы, и также имя. В каталоге собрана справочная информация. Допустим, абитарент хочет посмотреть информацию по кафедре. Он может выбрать любую кафедру из имеющихся, посмотреть специальности, описания, а также посмотреть учебный план, то есть предметы, которые он будет изучать, если поступит. Также содержится важная информация по общежитиям, адрес и предоставляется для общежития. Подобный экран есть для всех кафедр, которые уже реализованы. Также есть новости университета, они организованы в виде списка, а саму новость можно просмотреть вот в таком виде. Аналогично реализована внеучебная деятельность. Можно посмотреть информацию по корпусам и общежитиям, посмотреть их на карте, а также мы добавили важное объявление о том, на каких факультетах общежития не предоставляется. И объявление о том, что оно предоставляется на конкурсной основе на всех остальных. Так это важный момент, который абитаренты часто выпускают. Ну и процесс поступления можно контролировать на этой страничке. Здесь такой удобный прогресс-бар, который сигнализирует о том, на каком этапе абитарент находится сейчас. И, наконец, в экране статистика можно посмотреть какие-то проходные баллы прошлых лет. Как на целевом приеме, так и на общем конкурсе. Ну, на этом демонстрация закончена и наша презентация тоже. Спасибо всем. Спасибо. На самом деле я хотел добавить, что, во-первых, у ребят не было возможности завязать какую-то опишку. То есть, я так понял, у BAMON-ки нет никакого рода опишки, поэтому они парсили через JSOAP сайт. Все данные, они берутся с сайта МГТУ, то есть с помощью JSOAP. Как новости, так и проходные баллы, статистика, все-все-все. Вот, и хотел еще добавить, что ребята достаточно самостоятельные, потому что минимум вопросов мне задавали технически. То есть, типа, чатики у нас. Я, по-моему, ни одного технического вопроса так не отвечал, только чисто по таким продуктовым условно, как сделать. Вот тут вопрос про контент и PDF. Вот как раз вот эти все описания специальностей PDF-ки. PDF-ки у нас хранятся в assets, потому что мы забивали документы. Вот эти описания все, они хранятся в XML-ке все. Ну, и был вариант, конечно, экспарсить, но надо было фильтровать информацию именно ту, которая была интересна бедуренту. То есть, ему не интересна история кафедры, ему интересно то, чему там учат. И, ну, там, условно говоря, где работают выпускники и так далее. Вот, то есть, надо было как-то отфильтровать это. Поэтому мы забили все вручную вот это. А, еще можно вопрос задавать? Да, конечно. У вас сингл-активити-приложение? Там все на фрагментах? Да, все на фрагментах. У нас вот только, вот у нас пока что на данный момент страница корпуса и общежития включает активити из двух фрагментов. А в остальном это сингл-активити, да. Зачем это очень круто. То есть, фон, который у вас есть, это что? Это гифка, это кодом, это прозрачные фрагменты? Фон, который на стартовом экране, это Surface View. Там просто некий такой алгоритм, который рисует. Это вы сделали его или что это? Это либо? Да, это мы сделали. Вы сделали прямо в Java коде кастомную вьюшку, которая рисует вот это? Нет, это не кастомная вьюшка, это просто Surface View, который просто в бэкграунде отрисовывает по алгоритму. Там есть массив линий, массив точек. Вы где-то взяли этот готовый алгоритм? Алгоритм был очень такой, он реализован даже на сайте Bauman для абитуриента. Он очень известный, и поэтому мы как бы этот алгоритм, естественно, посмотрели, как он реализуется на других языках, в вебе, и переписали эту реализацию на Java. На самом деле, тут больше технические вопросы, мне просто дико интересен этот проект с точки зрения. Вы в итоге связывались с Тутсоветом как-то и общались с ними? Они, мне кажется, очень... Если они даже на Майнкрафт клюнули, на это они точно клюнут. Вот, так что, мне кажется, они будут очень приятно возбуждены, глядя на это приложение, потому что, кажется, оно сделано офигенно. И как абитуриент я бы таким пользовался. Как минимум, они могут поднапрячься допилить API, тем более, что у них есть часть API, и Технопарк же интегрировался раньше с электронным университетом. Пытался, по крайней мере. Так что, диктотически, они бы заинтересовались в этом. Ну, я бы не рассчитывал найти отдел Бамминг, если не хотите, чтобы ваше приложение превратилось в нечто неудобоваримое. Но, в целом, очень круто, если вы сможете запубликовать это в Play Маркете. Они уже, по-моему, уже, да, вроде? Мы послали заявку, но там сейчас в текущей ситуации очень долго обрабатывается. Вот я неделю жду. Просто у меня есть приложение в Play Маркете с символикой МГТУ. И мне Google отослал его, сказал, ты не можешь использовать символику МГТУ. Мне пришлось получать подтверждение от юридического отдела МГТУ через Студсовет. И оно дается только ИПшникам при подписи ректора. Короче, это юридические формальности. Я очень хочу, чтобы у вас все получилось. Понял, спасибо. Спасибо большое. Ну, если что, Телеграм, Никита, вам известен. Ну да, я могу кинуть кого-нибудь, какие-нибудь контакты с Студсовета, если что. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.